друзья как вы думаете куда мы приехали вы сейчас скажете какой-то парк потому что такой въезд помпезной такая красота вы не поверите мы приехали на кладбище forest лау которая очень-очень известна и популярная и здесь пристанище всех знаменитых мировых звезд голливудский точно также здесь последний последний пристанище нашел майкл джексон поэтому мы приехали сюда у нас около дома это прям буквально вот где родители живут в 10 минутах езды смотрите вот эта карта кладбища вот этого как бы map tour нам дали его сейчас при въезде и сейчас мы едем с вами вот так вот сюда и сюда на самый верх как раз таки к мавзолею где и похоронен майкл джексон вы обратили внимание мы по кладбищу и вода машины едут мы передвигаемся на машине потому что кладбище очень-очень большое и поэтому мы передвигаемся едем смотрите какая здесь красота здесь вот реально как вот место музей вот реально как совершенно не страшно абсолютно вот так вот выглядит этот мавзолей это называется мавзолей мемориал и здесь похоронена прям как вот заходите по прямой стоит могила элизабет тэйлор майкл джексон похоронен вот в том полукруге сейчас я вам покажу и потом я вам расскажу как и что проходили похороны мы сейчас идем меня даже смех чуть-чуть так улыбнула про себя люда горит так классно здесь погулять как парк но здесь действительно вот не чувствуется что это вообще кладбище здесь вот настолько все это ухожено кстати владе это частное кладбище афора славу и владелец чтобы не было кладбище пугающее он решил сделать это было единственное первое кладбище где решено было сделать при захоронениях бронзовые таблички и просто застелено травой чтобы не было вот как в наших до в российских кладбищах у нас в наших странах ограду 1 такая у другого ограда такая у третьего дорогая такая венки цветы здесь настолько все это аккуратно что здесь вообще это не чувствуется что мы на кладбище люда пошла в кусты и сейчас мы вам покажем что в кустах но это знаете это надо знать чтобы туда зайти потому что кто вот приезжает они не знают есть убрали нет а там поклонники делали там фотографии вот все такое про майкл джексон майкл джексон смотрите вот мемориал вот этот мавзолей мавзолей и майкл джексон похоронен вот в этом полукруге здесь выкуплены здесь майкл джексон забетонирован и сверху которые были все вот эти вот еще могилы они 18 их они все выкуплены семьей джексонов ну что давайте заглянем что там вывод вот видите к сожалению там только осталось белая перчатка видимо все уже сотрудники убрали почистили но те друзья которые у меня есть в инстаграме вы можете посмотреть как это место выглядело ранее люда когда мы были года два назад да где-то года два назад дамы были и там прям целый как мемориал памяти был там и фотографии и стихи там там что только не было на моем инстаграме смотрите как зайти ко мне на инстаграм найти меня в инстаграме на главную страницу ютуба заходите сверху слева с правой стороны там значок инстаграма но я еще вам дам ссылочку на инстаграм внизу под видео кто хочет друзья подписывайтесь ко мне также и на инстаграм инстаграме у меня бывают фотографии какие-то что-то чего-то который не входит совершенно в youtube вот это кладбище который находится в северной части лос-анджелеса в глендейле и вот именно вот этот мемориал это считается что здесь захоронены все золотого века актеры ну и так далее и очень-очень богатые люди смотрите как здесь сделано все здесь фотографировать и снимать нельзя но вы же понимаете я обязательно вам его сниму вы представляете вот эта могила это склеп здесь вот захоронены гробы гробы прах друзья в этом кладбище а уникальные уникальные витражи вообще просто уникальные и в конце я вам покажу самый знаменитый витраж вечерня снимать нельзя везде камеры но я вам снимаю да это ячейки я подумаю это просто заборчики а это такие вот на семью это вот семейный склеп семьи хантов видите как вы представляете сколько вообще это все стоит разве это можно вообще назвать кладбищем скажите смотрите еще на заборчиках мы сейчас заметили вот здесь нету фамилии а здесь написано вот угли то есть вот видите здесь еще фамилии пишутся смотрите а под стеклом стоят урны медичи мадонна ну вот скажите разве это кладбище это целый музей и вот эта картина вечерня это витраж это витраж очень уникальный только посмотрите какие для захоронения праха в стене вот это вот все я трогать не буду вот это все мрамор и вот там вот такие как бронзовые ну не урна как мини гробики такие а на потолках тоже смотрите витражи дышать очень так знаете спертый такой запах хоть все и закрыто под мрамором но душно кондиционеров нет и такой как спертый запах стоит и везде 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 витражи смотрите вот в этой вот урне здесь 6 человек даже захоронено самый последний умер в 1999 вы только посмотрите как все здесь сделано мрамором и и и и и и вот в эти штучки ставят небольшие цветочки ну вот как вот здесь вот видите и и и и Вот видите, это бронзовые таблички, которые я вам сказала, вот что их делают, чтобы были они все воедино и все сделано травой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мадонна Бругес. ДimaTorzok Это единственная работа, единственная и последняя работа Микеланджело, которая покинула Италию. Все мы знаем, что Микеланджело у нас жил и работал в Италии и все оставалось в Италии, а вот эта экспозиция, она единственная, которая покинула Италию. Друзья, но это известная могила последней пристанища Элизабет Тейлор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот я вам и показала. Я все-таки сняла. Хотя везде-везде камеры и нас в начале, когда мы заходили в мемориал, предупредили, что снимать нельзя. Но я и до этого снимала, поэтому я знала, что я потихонечку сниму. Я для вас все сняла. Все вам показала, как выглядит последнее пристанище многих великих людей вот этого золотого века киноиндустрии. Вот так вот выглядит этот Мавсалей. Там еще была могила Уолт Диснея, но мы что-то не могли ее найти, поэтому sorry, Уолт Диснея я вам не смогла показать. Сели в машину, Люда говорит, как жарко. Я говорю, да, жарко на улице. Она говорит, все люди на пляже нормальные, все загорают, купаются. А мы с тобой по кладбищу. А мы на кладбище. Да, а мы на кладбище. Мне же нужно вам было тоже показать. Ну и сами еще прошлись, посмотрели. Мы были где? Мы находимся здесь. Мы проезжаем через эту арку и поднимаемся наверх. Здесь это не кладбище, а целая экскурсия. Музей. Целый музей, да. Вот это место, вход, ну, получается, где, чтобы войти и захоронен Майкл Джексон. Вот с этой стороны вход. Но здесь вход могут войти только те, у кого здесь кто-то захоронен. То есть сюда просто так войти нельзя. Ну что, друзья, давайте я вам расскажу немножечко о похоронах Майкла Джексона. Значит, похороны проходили, знаете, как небольшой детектив. Потому что все это было скрытно, семья скрывала. И во избежание массовых поклонников, поклонниц и так далее. Похороны Майкла Джексона проходили через 70 дней после его смерти. Значит, похоронами занимался его брат Рэнди. Такая акустика тут. Родственники певца распорядились, чтобы Майкла Джексона похоронили именно в склепе. Который, значит, склеп, который я вам показывала полукруг, им владел один владелец. Это человек, который, как вам сказать, Майкл Джексон выпускал у него альбом и записывал музыку какой-то там известной. Не помню, как его звали. И вот он владел вот этим склепом. И, значит, захоронение было именно в этом склепе. 18 могил, я вам уже перед этим сказала, были все выкуплены. Майкл Джексон был забетонирован полностью. И вот этот вот склеп полностью закрыт. Семья оплачивает этот склеп бешеные деньги в месяц. Этот склеп закрыт вообще. То есть вот в этот полукруг может войти только семья Майкла Джексона. Ни посетители, ни поклонники не имеют доступа именно к телу, к мемориалу. Где вот, ну, чтобы вот так вот подойти нельзя. Вот именно в его часть подойти, зайти нельзя. Там все полностью закрыто. Даже посмотреть нельзя. То есть все полностью закрыто абсолютно. Позолоченный гроб, в котором хранили Майкл Джексона, он стоил. Цена его была 23 тысячи долларов. А выкупить сам вот этот весь склеп стоило 2 миллиона долларов. И над склепом там фотографии трех ангелов изображено. И эти три ангела символизируют троих детей, которые, троих детей ангелов, которые потеряли своего отца, ну, то есть Майкл Джексона. Поэтому там прям такая огромная-огромная фотография, картина троих. Такие мальчики. Ну, ангелы. Дети ангелы. Вы посмотрите, какой только вид. И вот это все кладбище. И вот если вам видно, везде-везде-везде бронзовые, вот видите, они прям рядами вот так вот бронзовые вот эти вот могилы. Вот сейчас справа здание будет вот это вот. Деливери цветов, доставка цветов, ну, на кладбище, на могилы. И вот здесь вот везде-везде-везде, видите, могила-могила-могила. Мы поднялись наверх, наверх самого кладбища. И вы посмотрите, какой вот туда вниз это вид на город. А здесь кругом, смотрите, везде-везде могила, везде, просто везде. Везде. Здоров Civil�심 Греба В ней Это Греба Вяно-гуда Греба Смотрите, сейчас будем приезжать, там люди даже как такой мини-пикничок сделали. Обалдеть, на кладбище мини-пикник. Америка. Мы не знаем, открыто сейчас здесь или нет, но когда мы были в прошлый раз здесь с Людой, здесь было из-за ковида все закрыто. Ну, посмотрим, как сейчас. И вот это здание музея. Музейное кладбище, да. Друзья, мы поднялись, где кладбище, на самый-самый верх. И вот это весь город как на ладони. Музейное кладбище. Музейное кладбище. Музейное кладбище. Музейное кладбище. Это известный Рузвелт. Музейное кладбище. Вот как оно раньше вообще выглядело. А здесь на кладбище также вот этот вот музей. Это и сувенирный магазинчик есть на кладбище. Представляете? Вот можно купить вот этот вот вечерний. Это из стекла сделана она. 89 долларов. Такая реплика, да, копия. Это 65 статуэтка. Ну вот кружечки можно купить. Кружки, так-так-так, 15 долларов. У меня вот вопрос вообще, кто будет покупать на кладбище какие-то вот такие сувениры. Мне вот вообще даже интересно, покупают ли. Это все витражи, которые есть, присутствуют здесь вот на этом мемориале. Вот где музей, мавзолей. Вот здесь их много разных. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Субтитры сделал DimaTorzok Это на кладбище Вот интересно, мне кажется здесь Для чего здесь, не пойму То ли здесь прощание происходит И посетители Потому что с двух сторон Даже как хранили Майкла Джексона Я помню Как бы гроб стоял Там люди заходили На сцене люди сидели Или что это, кто знает что это Мне кажется Для этого Да, друзья, здесь как раз таки И происходит вот Прощание как раз На кладбище Вы знаете, мне вот этот собор Напоминает и Италию И Прагу Такие же высокие потолки Со скосами Вот такие вот Деревянные Скамеечки Мне прямо это напоминает Италию и Прагу Вот так это выглядит Вход Вход мы заходили в него Как раз С другой стороны Зашли Со стороны Мы с музея И зашли сюда Сзади А вот С центрального входа Как раз Где происходит прощание Выглядит Собор Вот так Я не знаю Собор это или не Собор Но Как собор Выглядит Мы прямо Наверху Наверху Да, вы уже Обратили тоже Внимание Я вам уже Показала И смотрите Вокруг горы 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 Везде Горы 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 В каком году? Горы 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 В 1906 году исполнилось 100 лет. Сейчас его, посчитай, больше, чем 100 лет. Мы зашли в вот это здание. Это здание называется Freedom Mavsolei, свободный мавзолей. Но вот как хотите, так и понимаете. Пахнет чем-то знакомым запахом, но не могу понять. Везде витражи, витражи. Люда присела. Чего ждем, кого ждем, кого поминаем там. Смотрите, как все сделано. Вот это вот все, это мрамор, представляете? Сюда могут зайти только те, у кого здесь могила. Родители или бабушки, дедушки, кто здесь похоронен, сюда могут заходить. Так интересно написано, похоронена жена, мама. Здесь тоже жена, мама, муж, папа. Муж, папа тоже. Здесь брат у них похоронен в 1991 году. Интересно, зачем они так пишут, кто похоронен? Здесь похоронена сверху жена, мама и сестра. 1981 год, а год рождения 1913. Смотрите, мы припарковались, и тут прям, прям вот просто у дороги, уже везде, 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 вот эти вот могилы, могилы, могилы. 1902 год рождена и умерли 1960. Это старые-старые, это 53-й год могила, это 61-й, 54-й, 90-й, 69-й. То есть здесь старые-старые могила. Вы знаете, мы сейчас уже возвращаемся и с Людой сели в машину и говорим. Я говорю, Люда, здесь совсем прям даже не страшно. Обычно у меня вообще на все, вот это вот, на кладбище, на смерть, вот вообще все, что касаемо этой темы, у меня панический страх. У меня реально панический страх, и страх это вот вообще ужасно как. Просто ужас у меня вот прям до паники. Я потом не сплю и так далее, очень плохо себя чувствую. Но здесь такое ощущение, как будто мы побывали просто, волосы, окно открыто, потому что жарко. Такое ощущение, как будто мы побывали в каком-то, я не знаю, музее, или вот, я даже не знаю, как это назвать. В каком-то парке. Абсолютно не страшно, абсолютно нет никаких таких негативных эмоций, нету ничего неприятного, чтобы там как-то внутри, в душе было неприятно, как-то некомфортно. Абсолютно. Вот такие вот здесь кладбища. Сейчас я вам покажу, Люда, остановись, я сейчас покажу вот это вот, как вот захоранивают, когда вот так вот накрывают. Я вышла, хочу вам показать, как здесь происходит захоронение. Сейчас вот здесь подготовили, вырыли землю, накрыли, это подготовка к похоронам. Сейчас поставят потом, как шатер, сверху, ну, на случай малый ли дождь или что-то. Даже дождь, не дождь, потому что солнце, и у них принято как шатер поставить. Ну, вы поняли, о чем я говорю. И идут вот так вот похороны. Потом все это убирают, семья расходится, и все это уже рабочие кладбища, сотрудники все это закрывают, делают. И вот делается вот такая вот бронзовая надпись и застилается травой, газоном. Вот такие вот ставят, вот подготавливают, видите, вот такая вот как бы шатер-палатка, вот для похорон ставят. Вот там наверху, видите, уже тоже поставили вот эту вот палатку-шатер. Тоже, видите, уже подготовили стульчики поставили, могилу вырыли. Вот уже тоже подготовились к похоронам люди. Ну, вот это уже печально для меня смотреть. Вот это вот мне уже смотреть было неприятно, но я вам показала, как это происходит здесь, в США. Но для меня вот уже внутри неприятный осадок от увиденного. Для меня лучше пусть будет вот такая вот чистота, без заборчиков вот этих вот всяких разных размеров, а просто вот такая вот аккуратная, аккуратно сделанная могила и трава. И все. Ну что, друзья, вот я вам все рассказала, показала. До новых встреч. С вами была Алена Вегас. С кладбища. С вами была Алена Вегас.